ПЕСНЯ 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 она стала просто под названием «Унштерп-эффект 2». И это стало одной из песен рабочего движения в Германии, его первый именитый Эрнст Буш. Ее играл заменитель «Красный скриппатч» в области стойки Эрнст Сёрнус, и его исполнение существовало даже на гармофонной пластике. Ему, кстати, неоднократно за его выступление на эмунистических убитиях и разломали скриппу, и потом люди собирали деньги по жертвам, чтобы купить сырную сумму. И вот, вероятно, именно в этой версии, в версии исполнения «Унштерп-эффект 2» «Унштерп-эффект 2» «Унштерп-эффект 2» Эту песню слушал молодой, 23-летний Бенджамин Бринтен, которого попросил его друг, английский хорбейстер, и дирижер Алан Буш, который руководил рабочим в Союзе написать небольшое сочерение для туковых передавок, которые исполнили тогда один раз, в январе 1926 года, на собрании вот этого рабочего, которого был в Союзе в Лондоне, дирижировал сам Буш, и присутствовало огромное количество народу. Интересно, что Бринтен не только эту тему положил в основу тему «Унштерп-эффект 2» Он еще рассказал тему старинного русского марша, потому что ему был необходим создать противовес, образ карателя, который распределил демонстрацию. И он не появился, где-то покопался в архиве, и нашел, вот мне самому пришлось копаться в архиве, в архиве, в персидскую войну, в 1826-1828 году. И вот это, полно благородное русское тело, и Бринтен стало символом полицейских жандармов Каратина, которые раскрыли демонстрацию. И впоследствии Бринтен, познакомившись с Шостаковичем, узнал его родственскую симфонию, и 8-й квартет, и поняв, что Шостакович, который я его могу чтить, использовал эту музыку уже после него, Бринтен написал в 1836 году, Шостакович в 57-м. Он решил не изгнать эти произведения из произведения, поэтому не только после смерти Бринтена в 1878 году это сочинение опять вернулось в литературу. Она нас учит до сих пор достаточно верно. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас, спев самую рекомендационную песню, послушали, как его услышал в 1936 году Бринтен. И что самое интересное, вот здесь прямая история Шостакович, он посвятил это сочинение, назвав его, между прочим, «Война и смерть», это сочинение было название «War of Death», «Война и смерть», как противоположность войны мира. И он посвятил жертву испанской гражданской гражданской войны. И бездействия, мы с вами тогда принимали голову фашизм, и для него эта тема стала не просто историческим фактом, а символом, благодаря которому он образил события современности. Итак, русская подгоревальная музыка для мирных роботных ударов Тенджерина Критера под заголовком «Война и смерть». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ